Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение Псалтири. И сегодня мы будем читать 83-й Псалом. В православной толковой Библии говорится «Надписание» приписывает Псалом сынам Кореевым, левитам, в согласии с чем находится стих 3-й и 11-й, где писатель выражает желание быть не в самом святилище, куда имели доступ только священники, но во дворе храма, забота о котором лежала на левитах. Псалом указывает на вынужденное удаление от храма вместе с левитами и помазанника Божия. Под последним можно подразумевать царя, так как со временем помазания Саула на царство термин «помазанник» стал преимущественно прилагаться к царям. Таким царем нужно считать Давида обстоятельства написания Псалма бегства его из Иерусалима во время гонений от Авесолома. Вот такое объяснение, смысл написания этого Псалма дает нам толковая православная Библия. И сам Псалом, он имеет 13 стихов. Его надписание по субтвагенте в конец о точилах с нам Кореевым Псалом. И надписание с еврейского «Управителю на инструменте из Гата для сынов Караха» Псалом. И читаем по тексту Септуагента, который является отправным текстом для Кирилла Мефодиевской Библии, что здесь написано далее. «Как вожделены жилища Твои, Господи, сил! Всемирно желает душа моя войти во дворы Господние, сердце мое и плоть моя радуются о Боге живом. Ибо птица находит в себе жилье и горлится гнездо себе, в котором положит птенцов своих. Таковы для меня алтари Твои, Господи, сил, Царь мой и Божий мой. Блаженны живущие в доме Твоем во веки веков, они будут восхвалять Тебя». Итак, мы видим, что в этом псалме описывается ситуация, когда покидается Иерусалим, покидается святое место, и тоска на уровне вожделения, как вожделены жилища Твои, Господи, всемирно желает душа моя войти во дворы Господни. Она наполняет сердца беженцев, которые последовали за Давидом. Это левиты, немногие священники, вельможи, которые покидают Иерусалим вместе с царем Давидом. Помяни, Господи, царя Давида и всю крутость его. Действительно, храм Божий — это вожделенное место. Если мы не испытываем вожделения о Доме Божьем, а наоборот уклоняемся от посещения Дома Божьего, это неправильно. В случае с Давидом он испытывал такое вожделение о Доме Божьем, что однажды воскликнул «Возрадовалась душа моя о сказавших мне, пойдем в Дом Божий». Я уже как-то объяснял значение этих слов. Во-первых, текст надо читать так. «Возрадовалась душа моя о сказавших мне, скоро пойдем в Дом Божий». Имеется в виду, что Давид состарился, и он вышел на улицу, старый, дряхлый, а люди знали, что храм будет построен, когда он умрет его сыном. А чему же туда радуется Давид? «Возрадовалась душа моя о сказавших обо мне, лучше так перевести, скоро пойдем в Дом Божий». А для Давида нету разницы. Храм построят после его смерти, значит, на это воля Божия. Главное, чтобы построили храм. И он радуется, что люди, увидев его дряхлость, говорят о нем, «Вот скоро наш царь помрет, и мы пойдем в Дом Божий». А он радуется, потому что Дом Божий будет построен. Сердце Давида, оно было связано с этим святым местом. Он закупил кедр ливанский для обшивки Дома Божьего. Он сделал чертежи, изготовил некоторые сосуды для Дома Божия. Он жил этими интересами, и он радовался вместе с теми, которые радовались, что скоро он умрет и храм будет построен. И что интересно, здесь с самого начала, со второго по четвертый стих, говорится о вожделении по Дому Божьему на земле, а пятый стих не оставляет сомнения. Здесь говорится о небесном храме. «Блажены, живущие в доме твоем, во веки веков они будут восхвалять тебя». Во веки веков, то есть бесконечно имеется в виду в храме небесном. «Блажен муж», шестой стих, «для которого есть защита у тебя, который в сердце свое положил восхождение». Вот каждый из нас должен в сердце с вами положить восхождение, составить некий план собственного духовного роста возрождения. «В долину плача, в назначенное Богом место, ибо законоположитель дарует за сие благословение». То есть иногда путь восхождения он лежит через долину плача в назначенном Богом месте. То есть не бывает роста без слез, без покаяния, без преодоления тех или иных трудностей. Бога посылает нам те или иные трудности с одной целью, чтобы нас усовершенствовать. Восьмой стих. «Будут они восходить от силы в силу», то есть преодолевая все эти сложности. «Явится для них Бог богов Сионе, когда они пройдут через долину плача. «Господи, Божий сил, услышь молитву мою, внемли, Божий Якова». То есть молитва скорбящего человека, молитва гонимого человека, она всегда воспринимается Богом с поспешностью, ибо Господь никогда не посылает нам испытания сверх наших сил, но в самом испытании посылает нам некое облегчение, как пишет апостол Павел. «Защитник наш, узри, Божий, и призри на помазанника твоего, на царя, в его теперешнем гонимом положении. Ибо один день во дворах твоих, а лучше тысячи, предпочел я лучше повергаться у дома Бога моего, нежели жить в домах грешников». Кстати, евреи могли совершать вот такое поклонение, то, что называется повержение, только на горе Мария. После того, как Господь избрал это место для построения там храма. До этого они могли повергаться в молитве и в других местах. «Ибо милость и истину любит Господь, Бог благодать и славу даст, Господь не лишит благ ходящих незлобиво». Вот милость и истина. В чем отличие? Милость — это возможность прощать. Истина — это понятие более широкое. Закон Божий — истина, сказано в Библии. Дух Святой есть истина, сказано в Библии. Христос есть истина. Поэтому, если ожидание Мессии в сердце его второго пришествия в нашу реальность, если упование на Духа Святаго, если верность закону Божию, все это присутствует в нашей жизни, и плюс мы способны прощать, это и есть та ситуация, ибо милость и истина как бы на одном уровне, ибо милость и истину любит Господь. Бог благодать и славу даст, Господь не лишит благ ходящих незлобиво. Милость и незлобивость — это тождественное понятие. Господи, последний стих 13-й, Божий сил блажен человек, уповающий на Тебя. И вот таким человеком был Давид, и люди старались подражать своему царю, они не могли подражать ему в его величие, в его славе, а они могли научиться в его уничижении неким таким высотам духа, без которого уничижения он бы и не достиг этих высот.